В прошлом году, во время пандемии, главными бестселлерами стали издания в жанре нон-фикшн. Люди хотели узнать больше о вирусах, здоровье, мировых эпидемиях, финансах, инвестициях и саморазвитии. В этом году интерес растет к художественной литературе, что может говорить о снижении уровня напряженности и возвращении к нормальной жизни. Ну, детские, да. А какие? Ой, последние сказки мы вообще про цифры читали. Что нашли? Фэнтези. Настя Любимко. Детективы. А что-то Успенской уже не помню. Там все похоже. Просто, наверное, с гуманизмом что-нибудь. Последние какие вы читали? Хокин мне нравится. Знаете, я не читаю вот прям целиком книги. Я читаю просто отдельные вот статьи. Я больше исторические люблю. Последние Балашова. Младший сын я читала. Дмитрия, сына Александра Невского. Я читаю абсолютно разную литературу. И Библию в том числе. И классическую литературу. Иностранную, и нашу. Мне очень нравится над пропастью Варжи. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, больше половины россиян, а это 53%, предпочитают читать живые книги, а не электронные. При этом чаще читают книги женщины 59%, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет 83%, и от 25 до 34 лет 61%, а также люди с высшим образованием 68%. Электронные почитаете? Да, да. Нет, конечно, мне нравится больше читать такие книги. Бумажные. Бумажные. Но, наверное, веяние времени, и чтобы место не занимали дома. Бумажные, электронные не люблю. Только книги, только книги. Библиотеки? Нет, свои, свои книги. Докопили столько, что, наверное, не хватит времени перечитать все. Наибольшей популярностью у россиян пользуются исторические романы и биографии, далее идут книги для детей. Чуть менее треть опрошенных предпочитают научную литературу, каждый четвертый читает детективы и фантастику, а каждый пятый – отечественную и зарубежную классику. А вот меньше всего россиян интересуют ужасы и психология. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...